И они обрабатывали, измельчали ткань, грузили вручную на вагонетки, которые здесь по рельсам раньше ездили, собственно, вручную их откатывали, потом вагонетки везде скреплялись и их увозили на заводик, которые также находились недалеко. Вот весь этот объем раньше, собственно, так это все и выглядело. Естественно, изменения только в том, что, если обратить внимание, металлические конструкции из потолка торчат. Это так называемые ампера. А сейчас мы пройдем в камеру в большую объем, посмотрим, как вообще прославлено. И полностью снимает нагрузку со свода, то есть обеспечивает безопасность и никаких обвалов с таким креплением быть не нужно. Потому что они вот в домах морожено, и, собственно, так же из мороженого там карьер. Их стал вопрос, как же использовать такие большие выпадки, чтобы они на документе выложили, вот ровно такие, по площади, какие мы видели на карте. И решили здесь хранить рыбу для заключенных. На тот момент, напомню, температура естественная, здесь 2,5,6 и влажность. Хранили рыбу, сначала ее ставили на местном заводе, где рыба прибыла. И потом уже помещали ее вот в такие вот бочки, которые вы справа сейчас видите. Вау. Там рыбки не остались. Рыбки там не осталось. Фото, фото. Да. Вниз. Да, здесь я. Сейчас видео снимаем. Можете помахать в видео? Помахайте. Собственно, некоторые из этих бочек датированы 40-ми годами. Провода, на которых висели лампочки для общего освещения. Все это было отсюда убрано. И сделано следующее крепление. Вот эти бутовые стены, по-моему, оштукатуренные. Бут – это камень, тот же известняк, из будущего качества. Потом бетонные потолки. Вот здесь можно оглядно посмотреть толщину этих потолков. Вот вы видите потолок, который был в карьере старой жилой. Вот этот вам слой бетона. Это еще один вход, который мы хотим себе оборудовать. Личный, вот, как его разберем. Поставим там большую скрипучую дверь с большой, очень тяжелым замком. Хотела еще поговорить вообще о лагерях и о заключенных. Собственно, на территории современной двери расплавления, которая сейчас находится, а нас сзади, это там, в древнейшем, недалеко от Оксового моста, находилось несколько лагерей. Вот замарывает и без мятла. Вот, численность в разное время достигала от 5 до 3500 тысяч человек. И все они работали не без разницы в ЦГС, либо вот на этом карьере, либо на карьере собственном собственном шторе. А это на полной разной системе, по-моему, и по-моему, не с этими альбинами. Маленький, маленький. А, очень много ликенцев нам рассказывают, как сильно на фестивальность, на заключенных, на карнилих. И вообще совершенно, значит, очень-очень нехорошо здесь сниматься. А, вообще, это очень мало. То есть, что, при реальным событиям, то есть, что... Понятно. Есть статистика того, что на самом деле была слава. У нас есть все. Поверили. И не было никакой логической, вообще, цели. Еще хуже делать все сейчас. Это были нефти? Сначала, до войны, это были полиции включенными. Все лагеря с 30-х годов начали открываться на СССР. Сначала полиции включенными и собственные бандиты. В принципе, очень хорошая лагеря у нас тут такая же система. Кто-то логично предоставляет. Как обычно. Да. Ну, вы же знаете. Разное. Как обычно. Да-да. Серьезно. Доброе. Сейчас же столько фильмов про это снимают. Сериалы всякие там. Фильм это же есть. Своя колоса. Вот. Завнаторвили их, в принципе, так, средненько. 2000 килокалорий составлял их рацион в день. Для сравнения, сейчас современному взрослому мужчину перешли половину системы всей. И поэтому здесь уже вы можете наблюдать ледяные спалахмиты и спалахмиты. Сейчас. Это видео. Момент. Да, чудесно. 31. Держится вот по всей той части. Из работающих только две камеры. Это новое немецкое оборудование. Вот здесь. Мольшая камера. Там хранятся продукты. И где-то... Я боюсь вас оптануть. Где-то вот тут. А мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся по первой. Что-нибудь здесь. То есть как раз мы перетекли вот этот порог из стекла в холод. Поэтому дальше там будет еще холоднее, еще менее влажно, более холодно. И везде будет снег. И мы сейчас пойдем с вами в камеры, которые раньше работали, в которых содержался, собственно, запас. Сначала артиллерии, когда здесь еще не было холода. А потом уже запас продукции. По легенде, если, короче, ну, у него там потерей. Да, ладно. Ну, все-таки мужики. Да ладно, ха-ха-хай. Там экскурсант, вручить подальше, ушел там с девочкой. Они его натирают, да? Все, короче, нахуй. А, ты круглой надо? Да, да, да. А, ты думал, нет. Нет, он типа там прикоснулся. Ну, рукой не так интересно. Помашите, все, я видео снимаю. Ага! 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 Сейчас я вам хочу кратко вообще рассказать, как работают, в принципе, холодильники. И как работают два контура. Один контур находился снаружи, по нему циркулирует пространство. Цикл, ну, вокруг циркулирует холодоген. Сначала до десятого года это было мяк. То есть у вас в холодильнике тоже веков где-то было мяк. Сейчас уже прион. А, собственно, контур это называлось, другими словами, испаритель. Ага! Соединяется, и температура, активная температура происходила у нас по рассолу. Рассол это обычно была, конкретно, вода с солью, либо кальций-хлор-2. То есть жидкости, которые не замерзают при отрицательных температуре. И далее вот этот рассол с отрицательной температурой поступал под другую камеру. Таким образом, очень большие пространства, достаточно короткий срок, могли охлаждаться очень сильно. То есть здесь, во многих камерах, температура голодов, минус 18 градусов. Вот, собственно, вы могли обратить внимание, что вот те камеры, которые мы проходили, и многие другие спорты, и сейчас по-другому камеру, как я здесь буду произойти. Вы можете видеть, что вот здесь хватает, но это чуть длинно. А зачем вообще больше этих опытов? Мы здесь собираемся сделать видобавки. Какие достаточно много, у нас в знаке страны. То есть это столики иногда, два для тропа, два труда, и здесь. Да, без холода. Вот. И вот, как можно было, то есть здесь, здесь полгода, не знаю, что это не самый лучший опыта. То есть дальше я вообще объясню, что у нас по-другому камеру сделано. Правильно, здесь будет? Нам очень нравится вообще этот зал. А вот уже немного запомнены, в воскресе, выставки фотографий. У нас есть новый вопрос, спасибо, который будет, как выразить, как пещера, очень красивые фотографии. Вот. Ну, если у нас будут партнерские отношения, то все поднимут. А если какие еще? Ну, охаренный. Тогда как-то все находится. Вот. Ну, собственно, здесь можно пофотографироваться, если все готовы. Давайте все вместе сфоткаемся. Там очень красивая вещь, где мы хотим предопартируем. Да, сейчас, собственно, у меня сегодня будут гости, у меня высидел, который любит петь в холодильнике. Я не знаю, это мазокизм, и все, чтобы петь, петь. Я не знаю, это мазокизм, и все, чтобы петь, 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 петь. Ну, смотри, я открывал пятого. А. Я смотрела ужасный петь. Перебрали. У нас не хороший это или плохой? Нет, какой? Американский? Что? Я не понял. Да, кстати, я себе сделаю что-то. Фонарь за тебя? Да, я здесь. Я видео пока снимаю. Это видео. Давай, давай, прыгай уже. Ой, не надо. Аккуратно, это жестко. Жестко? Это прямо. Можешь крупные планы с Инием сделать? Да. Подходи, пожалуйста. Сейчас. Если есть лекарь, то нет, то есть Инием, в котором уходят поезда. Если есть какие-то заботы, то непременно они не отнимают. В общем, по-моему, считаю. Вообще многое. В XVI веке у нас 41-е годы, в общем. Но у нас в доказательстве, как нет, есть только легенда. Но есть еще легенда, что в 80-е годы студенты на практике сюда ездили на грязинах по подземному туннелю, который соединял точить Куйбышево и туннель. Хотели его делать в этом месте, в котором я вам любала любить и качать. То есть без любых детей. Хотели все укреплять и даже сделали вход. Вход со стороны улицы. Но от этого входа заканчивается монолизмой стеной и камня. Потому что нужно было прорубить от входа в эту полость проход. Это не было сделано, поскольку поняли, что можно все вам планировать уже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам нужно будет всем выключить фонарики. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok